Ох, уже так поздно! Поздно для чего? Но уж явно для того, чтобы посмотреть, как взрослеют твои киски, Косё Мандер. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Никопару Volume 3. Это я до сих пор живой и невредимый. Хотя сердце моё разломано. Поздно уже. Поздно! Потянувшись, я посмотрел на часы. Уже далеко за полночь стрелки приближаются к часу ночи. В гостиной пусто. Гитара и синтезатор замолкли. Правильно кто-то сказал, это не синтезатор, а там мыди-клавиатура. Впрочем, не так уже важно. Я уже на пределе. Не доводи до предела, Косю Мандер. Не давай себе засохнуть. Практически валюсь с ног. Надо искупаться. Где мой жирный бассейн? Но сначала в туалет. Бля, держи меня в курсе. Твитами своими. Я направился к уборной. Там Мэйпл. Серит. Величавая королева выседает на унитазе с дверью нараспашку. Время будто застыло. Но это я пассать пришел. Я думал, ты уже легла. Да что с тобой такое? Умом тронулся? Нельзя вот так входить в туалет без стука. Не надо выставлять меня злодеем. Я не нарочно. Вообще дверь в туалет надо закрывать. Я думал, а ты уже спишь, болван. Отвернись. Нет, смотри на меня. Чего? Мэйпл, в чем дело? Не в чем. Просто отвернись. Нет, нет. Уф. Что? Эй, Мэйпл. Мэйпл, ты в порядке? Что происходит, блядь? Ах, нет. Не могу сдержать. Что? Сейчас вывалится какашка. ПАДАЕТ! Пульк. Это мелодия для моих ушей. Правильно? Журчание водопада. Не хватает калибри. А, то есть, покуда я дальше не нажму, не будет окончания водопада. Ну да, ладно. Что? Тут уже послышался звук, ударившийся об унитаз струи. Эхо отдается по всему миру. Мяу! Не смотри! Мяу! Не могу остановиться! Какой я! Степенно звук затихает. Остается только прерывистое дыхание Мэйпл. Ау. Ты видел, как я писала? Косю! Все видел! Мяу! Ее глаза уже на мокром месте. Прямо на том самом месте, как... А щеки низ того покраснели. Она крепко зажмурилась. О! Вот зачем ты таращишься на меня, извращенец? Я же сказала, отверниться! Погоди. Еще раз, я ненарочно, ясно? Я просто беспокоился. Ты странно себя вела. Даже когда она писала чела, а он такой... Хм... Хм... Интересно. Хм! А что? Такое не видно было ж в чем дело. Выметайся и дверь захлопни. Ух. Просто злая. Прости, Мэйпл. Вот я заварил чаю. С куберками льда, наверное. Я склонил голову. Внутри меня горел неподельный стыд. Да, хватит. Не смертельно. Пассал, мудаком не стал. Самой надо было думать. Давай просто предваримся, что этого не было. Хорошо? Мэйпл краснеет, пытаясь замять пришедшее. Одним большим глотком она проглотила холодный чай. Точно. Мэйпл не любит темноты. Еще в детстве она включала свет в коридоре, если ей надо было сходить в туалет ночью. Так в туалете свет включен. Зашла, дверь закрыла. Как наличие страха темноты связано с закрытой дверью? А теперь она просто оставляет дверь открытой. Ле-логикам. Но если подумать, знаешь, здесь не так темно, как дома. Сила привычки. Может, просто прекратим этот разговор? Все, баста. Еще чаю. Похолоднее. Как скажешь. Я приготовил еще стакан по ее просьбе. Три кубика льда в горячем чае и три внутривенно. А ты все над тортом корпеешь. В такое-то время. Мне профессия пекаря представлялась более изысканной, что ли. А тут вкалываешь, будто синий воротничок. Синий кит. Слегка сутулившись, Мэйпл решил и переменить тему разговора. Не сказал бы, что это просто. Сделать сладости вкусным – это первоначальная задача, конечно. Но надо еще обдумать и дизайн. И как устроить процесс приготовления. Подумать, будут ли продажи. Но это все стоит улыбок посетителей. Когда поймешь, какое это счастье, работа перестанет тяготить. Я отхлебнул немного чая. Да, точно чай. Охотно верю. Твоя улыбка лучше тому подтверждение. Что, я улыбался? Даже не заметил. Это так мило. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Интересно, что тебя таким сделало? Мэйпл теперь расслабилась. В ее глаза вернулся игривый огонек. Не знаю. Но если будешь слишком много времени проводить со мной, то уже такой же станешь. Я так не думаю. Я бы не стала так пламенно распространяться о своих мечтах. Пламенно? Ну я же не печка. Мы продолжили потягивать чай, ухмыльнувшись друг к другу. Мэйпл встала, опустив свою чашку. Затем, как и положено, направилась прямиком к раковине и прилежно ее вымыла. Хорошая какая. Спасибо. Я пойду спать. И свалила. Просто свалила. Оставив меня здесь, наедине с этой банкой мочи. Че? Эй. В чем дело? Спасибо. За все. Если бы вы с синамон меня не подтолкнули, вряд ли бы я решилась взяться за пение. Мэйпл. Теперь я настроен и серьезно, и хочу сделать все как следует. Так что и тебе я желаю успеха, Кассио. Буду за тебя болеть. Ну, спокойной ночи. Шаги Мэйпл удалились. Комната погрузилась в тишину. Они уже совсем взрослые. Пора снимать сливки и проценты. Эта мысль греет мне душу. Я прилег на диван и закрыл глаза. Все. Вот так все и закончится. Вечер, когда он застал ее в туалете, закончился просто... И все, пока. А если так? Думаю, сработает. Хорошо. Итак, готовы? Готово. Готово, готово. Ой, только глаза. Мэйпл. Синамон чандали друг другу пять. Ням-ням-ням. Какая она милая. Приятно видеть, как они полны энергии утром. Они постоянно жуют что-то. Чоколы, ванила. Не разговаривайте с набитым ртом. На завтрак у них бутерброды с ветчиной, салатом и помидорами. Я утер их чумазой мордашки влажной салфеткой для туалета. Млажной попкой. Выбрали песню? Да, спасибо. Мэйпл кивнил. Мэйпл кивнула с довольной улыбкой. Мы подумали над твоим советом, Казю-зан. Мэйтян предложила кое-что. И мы придумали, как сделать так, чтобы гостям понравилось наше выступление. Жаль, правда, что сами не додумались о лишь своей подаче. Это же просто здравый смысл. Я ведь тоже не сам это выдумал. Я погладил их обеих по макушке. Их лица прямо-таки сияют. И что же, какую песню вы будете петь? Придется подождать. Вы же придете? Жестко. Невыносимая жестокость. Но вообще-то, я не против сюрпризов. Могу и подождать. Мы сделаем так, чтобы понравилось всем. Думаешь, у нас получится, Казю? Конечно, главное, что вы определились. Я утвердительно кивнул сияющей уверенностью Мэйпл. Но организаторам все равно нужно будет знать, что ставить в программу. Я не буду подглядывать, просто перешлю. Хорошо. Спасибо, что веришь в нас. Жду не дождусь. Они обе выглядели несказанно счастливыми. Так и хочется в похвалу потрепать их волосы. Они славно постарались и преодолели все трудности. Вот и все. Сейчас мы домой репетировать. Но ты тоже надо написать. Это, конечно, хорошо, что у вас столько энтузиазма. Но вы бы хоть позавтракали, а точнее остались поработать. Кто же за вас работать будет? Лез, еще столько посуды немытый. Тем более. Тем более, что все уже готово. Обязательно! Хозяин готовит просто изумительно. А, выходные же, черт. На голодный желудок в разведку не сходишь. Перед боем надо обязательно подкрепиться. Вы правы. Надо поесть. Я тоже голодна. Хозяин! Чукулу требует добавки! А мне полдобавки. Сейчас принесу. Смотрите и не убегайте. Ладно! Я выглянул в окно. На небе не облачко. НИКПОРААААА! Вот так и получится. Ты здорово поешь, Мэйтян! Хоть мы и сомневались, но не зря выбрали именно эту песню. Ты просто... Предвзята. Не правда! Я просто хочу, чтобы все услышали именно эту песню. Хотя да, наверное, я привзята. Я это делаю лишь из любви к тебе. Ну что ж ты поделаешь? Они начинают хихикать Не думал, что мы это сделаем Подумай только, что я буду выступать перед такой аудиторией Зря я пыталась забыть о своей мечте Спасибо тебе, Синамон Ну хватит, я же ничего не делала Это все благодаря твоей храбрости, Мейтян Да и мне есть за что тебя поблагодарить Во-первых, за то, что как мне весело с тобой Тогда я тебе благодарна вдвойне Ага, мы же лучшие друзья Лучше некуда Времени осталось не так много Но все же давай постараемся Не ради себя А ради Касю Всего и всех Кто за нас переживает? Нельзя их подводить Не подведем Они сели спина к спине Чувствуя плохо друг друга, они мыслями уже в будущем Они не боятся Пока они вместе, им ничего не страшно Они верят друг другу И готовы поддержать друг друга в трудную минуту Ну все, перерыв окончен Перед смертью не надышишься Хорошо С самого начала Одна и та же песня звучит снова и снова Все в знак благодарности тем, кто их поддержал Это выступление станет для них первым шагом к осуществлению мечты Ой, мой животик Мэй-чан Мне хорошо Ну а ты как хотела На нервах со вчерашнего дня Я в туалет Ты же была там Ровно пять минут назад Со страху Ты же помнишь, какой сегодня день? Как вспомню Что до выступления осталось несколько часов Сегодня день срачки Извини, я пойду Ааа, мой живот Кася-сан Может пощупаешь мою грудь, чтобы мне полегчало Блин Я не жучу Успокойся, хорошо? Я изо всех сил пытаюсь успокоить неугомонную парочку Именно сегодня будет вечеринка До назначенной встречи осталось 15 минут Сигуре и остальные присоединятся позже На репетициях ведь хорошо получалось, да? Не бойся Все получится Тебе-то легко говорить И тебе сегодня на сцену подниматься Она права Пожалуйста, потрогай мою грудь Он во имя всего святого Трогай эту грудь Пожми ее Если тебе полегчает, могу И я потрогать Они точно справятся По мере того, как мы приближались к такси Беспокойство во мне все росло и росло На самом деле это был член Мэй-чан, корабль Мы будем выступать на корабле Мы будем петь там Ох, это Титаник Микро-Титаник Микро-Неко-Титаник О нет Меня даже больше в ате больше не заводит Касю Где тут туалет? На корабле Туалет называется Галюн Так что Штрифуй базар Ну хватит, успокойся Я все пытался утешить их Дрожащих от страха Миназуки-Кун Я повернулся Услышав голос Который я не слышал уже очень Давно Давненько не виделись Сатако Она подошла ко мне Как всегда В изысканном костюме Действительно Сколько лет уже прошло А нарисуйте нам ее Покажите, насколько она шикарна Я рада, что ты принял предложение Миназуки-Кун Прости Что так вот внезапно Да ничего Я даже польщен Что ты меня позвала На свою вечеринку Сатако Сатако Мы пожали друг другу руки Разреши представить Мои рабы Мэйпл и Синамон Рада познакомиться Меня зовут Миназуки Мэйпл Я сегодня буду петь Я Синамон-Синамон А, Миназуки Синамон Я тоже буду петь Обещаем выступить Высшему разряду Надеемся вам понравится Талибан Сатако Спасибо, что Согласились выступить Возможно, вы уже слышали Миназуки-Кун и я Дружим с колледжем Я не пропускаю Ни одной записи В вашем блоге Спасибо, что приняли Мою неудобную просьбу Я очень тронута Сатако улыбнулась И протянула им руку Обе неконервно Дрожали во время рукопожатия Да уж Обе на нервах Но они обе усердно занимались Разумеется Я жду с нетерпением У нас еще есть время Постарайся их успокоить Миназуки-Кун Она улыбнулась Слегка оттолкнув меня Локтем Типа Иди и трахни их В этом На кампусе За мной Я вас провожу Ух ты А это конец видео Как они вспоют Вы увидите в следующем Видео Мои хорошие котятки На этом все Пока Мур-мур Субтитры сделал DimaTorzok